я приветствую вас на нашем седьмом вебинаре и мы сегодня с вами посвятим наш вечер примерно полтора-два часа чтобы узнать поглубже как же действует энергия цифры 6 если она представлена в вашем коде жизни или вашей дате рождения я благодарю вас за настойчивость за любовь к знаниям потому что более 700 человек смотрят эту серию вебинаров и конечно это говорит о том что нам людям очень хочется узнать о себе нам очень хочется понять что же мы сделаем здесь на земле ведь внутри в наших сердцах мы знаем что мы с вами звезды которые упали сюда на миг и этот миг длиною в жизнь нам нужно с вами прожить так чтобы был смысл в этом чтобы была радость чтобы мы познали очень много чтобы мы успели порадоваться друг другу а не только себе конечно порадоваться природе на этой прекрасной планете чтобы мы познали человеческую любовь человеческую боль человеческие ограничения и человеческие возможности все это называется человеческой жизнью это прекрасный подарок для души он сотворен силами величайшими силами богини матери и бога отца это их творчество совместное творчество дало нам возможность быть существовать и конечно их любовь быстрее всего реализовалась вот в этой прекрасной планете на которой мы с вами живем на планете земля и я не знаю есть во вселенной лучше планета чем эта красивее планета чем это мы проехали более 47 стран посетили 300 городов много национальных парков с игорем и я знаю точно что земля это прекрасно она невероятно прекрасно и когда мы мечтаем о будущем мы всегда мечтаем о путешествиях о том чтобы еще больше встретить людей на земле разных национальностей еще больше увидеть красоту природы разных уголков на этой планете потому что когда смотришь на эту планету она реально кажется необыкновенной и она такая какая она есть вот все это творение со всеми климатическими сюрпризами которые мы проживаем например в этом году она совершенно и мы сегодня с вами будем говорить о умении жить моменте настоящим мы будем говорить о том что такое совершенство мы будем говорить о том почему мы теряем радость жизни если мы убегаем из настоящего в прошлое или в будущее если мы критикуем то что вокруг и критикуем себя почему мы теряем радость жизни это все связано с энергией цифры 6 и эта энергия она конечно родилась как следующий шаг из этой нашей с вами истории рассказывая каждый шаг в каждом отдельном вебинаре и сегодня я хочу конечно добавить еще один шаг который уже опишет именно энергию цифры 6 давайте быстро вспомним потому что не все присоединились к нам самого начала мы вспомним эту историю историю творения потому что энергии они безусловно представлены в разных цифрах в разных качествах но это все есть единая энергия любви это как краски у художника это как разный цвет пластилина когда ребенок что-то лепит из него это как разные ноты с помощью которого пишется прекрасная музыка точно также и энергия в каждой цифре она имеет свои задачи она имеет свои возможности она раскрывает для человеческой жизни для души которая в человеческой форме реализуется на этой планете свой потенциал и так мы проработали с вами уже цифры от 0 до 5 это 5 прекрасных цифр и я хочу вам напомнить помнить что это прочтение которое я вам дарю она не описана в классической номерологии мы рассматриваем энергию цифр именно с точки зрения как эта энергия влияет на предназначение человека на его качество на его особенности на его уникальность на его трудности на его активы для чего эта энергия вплелась в человеческую жизнь и как она будет влиять на человека в разных сферах жизни и давайте вот эту мою историю о рождении вселенной начиная с нуля посмотрим еще раз и гармонично добавим энергию 6 договорились итак если вы помните 0 это энергия которая принадлежит матери мира ее называют квантовое поле наши ученые ее называют войд или пустота или ничто или абсолют религиозные наши деятели или философы и духовные мастера они ее описывают как начало начал и эта энергия когда она существует в коде жизни в дате рождения человека не означает никаких уроков никаких сложностей никаких забот эта энергия как любая мать несет помощь несет дары несет подарки и она везет человека к удаче к целям просто не заслуженно а просто потому что это энергия любви матери и все у кого есть эта цифра в коде жизни все у кого есть эта цифра в дате рождения могут радоваться тому что вы получите обязательно какую-то дополнительную помощь и любовь матери конечно эта цифра она своей энергией незримо присутствует в энергии каждой цифры поэтому вы не переживайте если в вашем коде жизни или в вашей дате рождения нет нуля мать есть у всех она всегда есть рядом она вдали она существует поэтому мать божественная обязательно существует для каждого из нас и подарки свои мы получим безусловно просто люди у которых эта цифра есть будут нуждаться в особенной помощи матери и она будет там присутствовать единица эта энергия божественного отца это энергия уверенного творца который знает что делает и зачем он это делает и мы с вами помним что это безграничная творческая энергия которая реализуется когда человек уверен в себе когда мать с отцом соединяется мужское и женское начало соединяется они образуют энергию двойки и двойка это энергия баланса между женским и мужским потрясающая возможность соединить и не я не в одном которая позволяет людям мужчинам и женщинам работать вместе творить коллективе быть частью команды и самое главное создавать семью это энергия благодати в том что мы соединяем противоположное то есть эта энергия дуальности она описывает наш с вами формат в котором мы проходим все наши человеческие опыты и дуальность она была именно этим бэкграундом площадкой на которой мы проигрывали наши игры человеческие ее власть завершается для человеческой расы и дуальность покидает планету земля я не думаю что мы с вами будем свидетелями непосредственно то в той истории человека когда уже дуальность навсегда покинет нашу планету но мы должны понимать что все сейчас в данный момент для каждой цифры выход из дуальности является одной из задач предназначение жизни потому что это соответствует тому что происходит на планете земля но именно длительный урок который мы все с вами проживали с этой двойкой с этой энергией все многократно рождаясь на планете земля если вы допускаете это в свое мировоззрение мы научились жить среди противоположностей и эти противоположности они как знаете у близнецов которые как раз родились вот в это время когда мы с вами встречаемся сейчас это время близнецов это когда в одном человеке что-то его тянет в одну сторону что-то его тянет другую сторону такое впечатление что и ад и рай тянут его одинаково в разное время и по-разному это проявляется но на самом деле вот это внутренняя борьба между этими противоположностями очень мощно играет в роль свою роль в у тех в жизни у кого есть цифра 2 цифра 3 это цифра замечательная потому что она является уже тем ребенком который рождает двое когда встречается мужчина и женщина мы знаем что происходит когда встречается мужская и женская энергия создается душа и эта энергия души эта энергия является мостиком между тонким миром непроявленным миром и миром плотным миром земли душа приобретает тело и она начинает проявляться здесь но она как маленькое дитя есть сложно она ранимая она очень тонкая она очень чувствительная потому что она только что спустилась на планету земля и троечкам очень сложно жить на этой планете потому что они сверхчувствительные они очень интуитивные они очень нужны человечеству потому что они знают своим сердцем очень много они могут принести сюда знания красоту произведение искусств но им сложно на земле и они учатся в этом сложном мире плотного выражать свои духовные тонкие интуитивные знания ребенок подрастает и если вы помните мы говорили в на вебинаре на пятом вебинаре а четверки это энергия когда малыш начинает делать первые шаги на планете топ топ он начинает и делать неуверенно он проходит несколько шагов и падает поднимается учат учится ходить потому что задача людей с четверкой это создать стабильность стать стабильными на этой планете получить все что необходимо от неба и земли для того чтобы создавать материальную стабильность на планете подрастая ребенок входит в возраст подростковый мы бы сказали и вот в этом своем состоянии ребенок хочет оторваться от родителей он хочет освободиться от дисциплины которая была условием жизни для четверки он он приобрел зрелость умение творить что-то и этот ребенок хочет вырваться на свободу конфликт между свободой между желанием делать все что я хочу когда я хочу зачем я хочу и почему я хочу и все-таки требованием на планете земля когда мы живем в обществе когда мы живем друг с другом когда мы же живем в рамках административных структур требование научиться жить в гармонии друг с другом научиться принять дисциплину как акт любви к тем кто вокруг тебя это задача пятерочек и мы вас посвятили с вами этому прошлый вебинар рассмотрели это очень серьезно что происходит дальше подростковое время позади человек становится взрослым и он приобретает желание стать совершенным творцом эта тема нашего сегодняшнего вебинара шестерка это энергия божественная она олицетворяет деятельность бога творец 6 дней творил этот мир так нам было рассказано в библии 6 это вполне достаточное число чтобы сотворить все что необходимо сотворить то есть это энергия оказывает особый почет этим людям потому что она говорит что в тебе есть все чтобы ты творил на планете как бог но другой стороны безусловно это привнесет сложности в жизни человека о которых мы поговорим с вами позже давайте посмотрим как цифра 6 замечательно реализовано как совершенство в нашей природе я хочу поговорить о пчелах которые сотворяют домики соты именно как шестиугольники а шестиугольник является геометрическим символом этой цифры и мы знаем что есть цветы из шести лепестков мы знаем что кристаллы очень часто создают шестиугольные формы и мы знаем что шестиугольная форма является священной во многих культурах и вам во многих религиях в древности шестерку называли звездой творения называли ее печатью соломона называли ее звездой давида и называли ее знаком макрокосмоса эта энергия соединяет в себе в единстве по-прежнему мужское и женское она вот символ у вас на экране это самый распространенный символ этой энергии когда два треугольника соединяются в единство одна вершина смотрит вверх вторая вершина смотрит вниз та вершина которая смотрит вверх направляет сюда творящую мужскую энергию и принимает эту энергию на планете земля женская часть этого символа треугольник который обращен своей вершиной вниз у евреев число 6 это число означающее творение это состояние медитации тишины каббале это означает тоже как символ творения творение повторяется у многих культур во многих религиях вот это слово творение она повторяется в этой энергии совершенно не случайно потому что человек несущий это он может творить и мы с вами посмотрим какое количество творцов рожда родила уже на этой земле эта энергия у христиан вы тоже понимаете что мы в библии своей знаем что 6 дней бог творил я уже это об этом говорила это тоже очень важный символ в индии число 6 считается священным потому что 6 индусских измерений в пространстве это вверх вниз назад вперед налево и направо шестерка по своей сути отмечает торжество материи над духом иногда говорят что шестерка стремится покорить дух победить дух но на самом деле в таких описаниях присутствует уже опыт человека потому что человеческое эго соединившись вот в этой энергии проявила себя безусловно как что-то что хочет победить дух и сделать материю первичной мы с вами знаем культуру коммунизма когда тонкая была отвергнута по крайней мере на уровне философии идеологии и это была попытка материи победить дух но на самом деле победить дух невозможно дух является основой и началом и присутствует всегда и вечно как пространство присутствует везде потому что дух это соединение материнского начала и мужского начала божественного начала в каждой клетке творения не нет никакой необходимости побеждать дух но на самом деле наше с вами время особенно это время когда я сейчас делюсь вами этими знаниями является временем когда вот как на знаке которые есть у вас на экране как на символе как на звезде давида высшее тонкое должно в абсолютной гармонии соединиться с плотным с телом и говорят что божественная душа дух впервые поселится непосредственно в теле они высших чакрах которые находились в тонких телах человека мы должны превратить наше физическое тело в тело света для того чтобы тонкая превратилась в то единое что не будет отличать тело и душу то есть здесь должно быть торжество единство материи с телом вот такая цифра она конечно потрясающая и люди рожденные с этой цифрой они получат большой вас большие возможности и как всегда всегда и старая сторона медали у этого будут моменты сложности опасности и мы с вами это обсудим давайте кратко я сейчас зачитаю вам основные моменты которые относятся к предназначению жизни людей с цифрой 6 в коде жизни или в дате рождения особенно если эта цифра повторяется дважды я родилась например в июне это цифра 6 и в моем годе рождения есть цифра 6 несмотря на то что код моей жизни 29 11 но я очень хорошо чувствую энергию шестерки в своей жизни она присутствует она создает какой-то единый букет с теми цифрами которые есть в коде моей жизни потому что она повторяется у меня дважды и пожалуйста посмотрите на это в своих в своей дате рождения посмотрите к если это шестерка есть у вас дате рождения посмотрите как она будет взаимодействовать с энергиями цифр которые есть в вашем коде жизни шестерка может стоять либо в середине либо в конце не бывает такого чтобы шестерка стояла в начале кода жизни эта цифра никогда не присутствует начале кода жизни она слишком серьезная для начала потому что мы с вами уже говорили об этом первые цифры люди реализуют обычно в начале жизни первые цифры в коде жизни но с детства реализовывать эту энергию невозможно человек должен окрепнуть он должен подрасти значит смотрите самое главное самая серьезная задача для людей у которых есть шестерка в коде жизни и в дате рождения это принять земную реальность с любовью и благодарностью несмотря на очевидное несовершенство принять при этом себя и что очень важно принять себя с любовью проявить внутри любовь к себе и понять глубина что самое важное что вы есть что важно не то какие вы есть неважно даже что у вас есть и какое все то что у вас есть неважно какие знания вы приобрели неважно все то что вы создадите на этой планете но очень важно что вы есть как творец на этой планете как проявленная душа в этом теле что вы живете на этой прекрасной планете и что вы сможете принять что на планете земля нет совершенства совершенство звучит у вас как требование потому что эта энергия соединяет тонкий мир который объединяет все если вы понимаете 0 это символ того что объединяет все в одном квантовые физики это доказали что все все созданное из одного все пронизывает все мы с вами единое и как единое все и все плотное и тонкое в единстве является совершенным ну 0 это конечно совершенство как можно увидеть несовершенство в круге и в нуле точно также внутри вас вы несете в себе эту материнскую энергию вы внесете в себе это знание и вы требуете внутри это совершенство в творении но творец творит он творит новые формы жизни он творит новой вселенной он творит процессы взаимоотношения своего творения, каждая клеточка соединяется в каких-то отношениях и всё время сотворяет опять что-то новое. Это что-то многоуровневое, и всегда то, что человек с шестёркой наблюдает на планете, это всегда только часть. На самом деле, и каждый человек на Земле — это часть. И мы должны понять, что вот эта задача — принять, что совершенство принадлежит только целому, а часть имеет право на несовершенство, но она имеет право, несмотря на несовершенство, получить любовь, получить благодарность и жить в своём процессе эволюции. Вот это очень важная задача в предназначении жизни людей, у которых играет шестёрка. И если это не реализовать, жить будет трудно, будет много страданий, страданий внутренних, и мы с вами рассмотрим почему. Следующая задача — соединить в гармонии свои ожидания, вот эти ожидания вот этого божественного совершенства на Земле соединить всё-таки с земной реальностью и трансформировать себя таким образом, чтобы вы смогли полюбить земное такое, какое оно есть, осознав совершенство в каждой части этого творения, как части целого. Необходимо для этих людей преодолеть перфекционизм. Перфекционизм — это причина страданий. Мы сегодня этому посвятим достаточное внимание, потому что перфекционизм приводит к тому, что человек делает свой ум негибким, он фокусирует своё внимание на деталях, теряет картинку целую, а как раз в целой картинке находится ответ на вопрос. Необходимо будет каждому человеку с этой цифрой в коде жизни и в дни рождения научиться видеть это целое, научиться видеть широту мироздания для того, чтобы расширить своё мировоззрение. Смотрите, на самом деле, только имея широкую картинку знаний о чём-то, мы можем сделать максимально правильный вывод. Когда у нас очень мало знаний о чём-то, мы на самом деле очень подвержены тому, что мы делаем неправильные выводы. При этом мы всегда должны с вами понимать, что здесь только нам доступна какая-то часть информации, всегда только часть информации. Но получить максимально широкую картинку мира, расширить своё мировоззрение, раскрыть свой ум — это также задача у этих людей, серьёзная задача. Необходимо освободиться от тенденций, которые, естественно, являются следствием всего того, что я сказала. Раз у человека есть запрос на совершенство, раз у человека костенеет ум, и он приверженец каких-то должностноманий и идей, ожиданий, идеализаций. Естественно, внутренний анализ, а внутренний анализ у человека с таким умом происходит постоянно, он никогда не будет в пользу земного. Человек будет получать негативное видение всего того, что происходит внутри, с ним и с тем, что происходит вокруг. К чему это приведёт? К большому количеству негативных энергий. Поэтому человек должен научиться работать с вот этими тенденциями ума, освободиться от излишней самокритики, и самобичеваний, которые в тяжёлой форме приходят от критики к самобичеванию, постоянному внутри, недовольству собой. И, конечно, когда люди не любят себя, когда они критикуют себя, когда у них есть непринятие себя, они, безусловно, не могут принять всё внешнее. Они не принимают людей, они не принимают обстоятельства, они не принимают мир, они не принимают структуры, которые созданы людьми, государства, корпорации и так далее. И внутренние всё время недовольства. Образование плохое, медицина плохое, государство плохое и так далее. То есть у нас ничего на земле совершенного нет, поэтому радость для такого ума в том, что почва для таких размышлений, почва для страданий в итоге для человека будут бесконечными. И это очень важно преодолеть. Человеку, на самом деле, соединённому с небом, помните звезду Давида? Получающему вот в эту воронку огромные знания, необходимо стать визионером. Необходимо использовать эти способности видеть лучшее, помнить о совершенстве или прочитывать это совершенство. Помнить это для того, чтобы показать людям, куда нам нужно стремиться, как нам нужно развивать это же здравоохранение, эти же технологии, эти же политические структуры, наше образование, наши отношения. Ну, всё. И именно люди, которые правильно используют эту энергию, мы сегодня узнаем, вспомним эти имена, они выполняют эту свою роль таким образом, что жизнь на Земле, на планете в целом, и в каждой стране, а значит, и в каждом отдельном доме, и у каждой женщины в том числе, меняется. Человек должен стать оптимистом. Для того, чтобы жить, как в той песне, есть только миг. Жизнь в этом миге, прожить его нужно с абсолютным осознанием и с благодарностью того, что эта жизнь на этой прекрасной планете дана. Давайте посмотрим на самом деле, какие задачи стоят у этих замечательных людей, которые несут такую энергию творения. Результаты того, что когда-то на Земле, смотрите, 19 век, жили люди с этой энергией. И они знали, что можно летать, что можно передавать звук, что можно работать более эффективно. Они это знали. Они знали это каким-то образом раньше, чем другие люди. И если вот эти знания превратить в критику, превратить в нытьё, превратить в недовольство то, что Земля теряет, что теряет каждый человек на Земле, мы теряем возможность улучшить нашу жизнь на Земле. Вот что. Но были люди в 19 веке, которые сумели использовать эти способности для того, чтобы уже в 19 веке техническая революция случилась, и мы, люди наши с вами, прапрабабушки, прапрадедушки получили какие-то инструменты. Но я вам скажу, что я родилась в 60-м году, но вот такой вот непосредственно аппарат, на котором крутилась пластинка, это то, что я имела в своём доме рядом со своей кроватью. Ну вот 20 век. Смотрите, 20 век. Естественно, опять те же самые люди, те же самые способности увидеть несовершенство в том, что у нас есть. Для чего? Для того, чтобы двигать нашу жизнь на планете к лучшему. Это только 20 век, но мы уже с вами 17 лет прожили в этом веке, и вы знаете, что то, что уже здесь на этой картинке представлено, кажется каким-то древним. Письма с марками, даже диски, телефончик, ноке. Это всё кажется таким старым. Сегодня мы посылаем письма не через почту, а по имейлу. И вы знаете, когда на самом деле человек возвращается к такой возможности послать письмо и отправляет с днём рождения открытку по почте, то получить эту открытку это удивительная радость, потому что все шлют по имейлу. Это сделать очень просто, но вот уделить внимание своим родным и близким и отправить вот такое поздравление, это будет, я вам скажу, в тренде. Ну, посмотрим дальше с вами наши задачи, которые мы в этом вебинаре должны решить. Мы должны с вами, конечно, описать не только предназначения, но и опасности для шестёрок. Если человек обладает энергией Творца на планете Земля, то и опасности у него высокого уровня. Согласны? Это так уж устроено. Когда мы получаем маленькую какую-то энергию, у нас маленькая ответственность. Если мы получаем в своё распоряжение большую энергию или её особую форму, у нас ответственность выше. Какая самая большая опасность для людей с цифрой шесть? Заострять в критике вот этого всего несовершенного вокруг и внутри. Если человек застревает вот в этой тенденции ума, предназначение жизни не будет реализовано. Будет много страданий, будут очень тяжёлые отношения с людьми в семье, в коллективе, и это сложно. Но кроме того, что это во внешней реализации будет сложно, человеку будет сложно с самим собой. Почему? Потому что несовершенство есть в каждом человеке. Точка. Но если человек без этой энергии на совершенство смотрит, ну, хорошо, у меня там что-то есть недостатки, ну и бог с ними, все люди с недостатками, и это ничего не значит. Я себе позволяю иметь недостатки, с какими-то я работаю, какие-то я себе сохраняю на всю жизнь, и человек живёт. При этом он радуется, творит, входит в прекрасные отношения, реализуется, становится успешным, и всё прекрасно. А если этот вопрос не решить, то любые маленькие недостатки, которые человек с шестёркой увидит в себя, может в итоге превратиться в психологические проблемы, то, что называется комплексом неполноценностей. И человек тогда сам не может справиться с тем, что мучает его внутри, необходимые коучи, тренеры, тренинги, специалисты, психологи. И жизнь, конечно, ухудшается значительно при огромном потенциале. Какая опасность ещё есть? Человек с вот этим внутренним знанием, видимо, как там всё в тонких пространствах, как там всё прекрасно устроено, возможно, там все души живут в каких-то замечательных храмах, возможно, там все живут как полноценные творцы, возможно, там вокруг проявлено всё красиво и в форме, и в цвете, и в звуке. Ну, наверное, мы можем только об этом догадываться, но люди с шестёркой, возможно, они туда ходят в эти пространства, в своих снах, в своих мечтах, в своих фантазиях. Этих людей часто называют фантазёрами, потому что они владельцы какой-то идеи, которую обычные люди называют утопией. И вот эти утопические картинки, они, к сожалению, если они не объединяются разумно и не реализуются как улучшение жизни человека на Земле, они становятся ещё одной ямой, капканом, в котором человек застревает со своими фантазиями и теряет радость жизни на Земле. А она у нас совершенно реальная человеческая радость. Поэтому опасность перепутать, что душа сейчас находится не в тонких мирах, она находится не в божественном где-то пространстве, где там всё прекрасно наверняка, она находится на Земле. И жить нужно на Земле. Когда человек не меняет свою тенденцию, а перфекционизм приводит его к фокусировке на каждую деталь, что происходит? Сам человек может быть очень эффективным, очень быть талантливым, очень даже организованным и результативным. Но смотрите, как работает здесь ум. Человек сделал что-то, сделал 10 дел в течение дня, 9 из них на пятёрку, или там на A, как я не знаю, сейчас это оценивают, на 10 баллов. Всё прекрасно. Но что-то не успел сделать. Или сделал не так, как хотел. Или сделал не так, чтобы похвалили окружающие. Получил где-то замечание, получил где-то критику. Что произойдёт с таким человеком, когда эта энергия шестёрки не реализована в позитиве, что произойдёт с человеком? Такой человек придёт домой и будет несчастным. Он забудет о том, что он 9 дел сделал прекрасно, получил огромное количество благодарности. Сам порадовался, когда был даже удивлён, что он это всё сделал. Но в течение всего вечера и ночи у человека в голове будет крутиться, почему я это не сделала, я так не сделала, надо было вот так сделать, надо было это сказать, почему я такая, вот всё, у меня не получается. И всё, что было сделано за день прекрасного, совершенно не учитывается. Человек не радуется, не наслаждается. Он страдает. Страдает женщина или страдает мужчина, страдает взрослый или ребёнок, не имея значения. Человек страдает, потому что страдать мы умеем в любом возрасте. Если у вас есть дети и у них есть шестёрка, очень вас прошу наблюдать за этой тенденцией. Учите ребёнка праздновать то, что он сделал хорошее. Прощать себе и другим ошибки, прощать себе и другим несовершенства. Конечно, большая опасность судить себя и других. Это вы уже поняли, то, что я рассказала. Человек будет бояться критики, он будет бояться мнения окружающих. Это приводит к тому, что человек не реализуется полностью ни в карьере, ни в отношениях, не раскрывает свой потенциал, потому что боится критики. Мы сейчас об этом поговорим чуть-чуть подробнее. И очень часто эти люди, они входят в такой транс с детства, который психологи называют транс хорошей девочки или транс хорошего мальчика, когда человек живёт не из своего сердца, не из своих желаний, не из своего видения, кем и что, кем он хочет быть, как он хочет быть, но он именно живёт, чтобы угодить другим людям. Вот эта картинка, которая отражает этот комплекс, этот транс. Я хорошая, люби меня, мама, я же хорошая, ну честно, я совсем неплохая, я просто хорошая в злую полосочку. Я сегодня подобрала специально шутливые такие картинки на некоторые такие процессы и тенденции у шестёрочек, потому что, ну настолько жёстко эти люди сами себя наказывают, что мне очень хочется сделать что-то, чтобы вы привнесли в свою жизнь юмор, больше юмора, чтобы вы умели смеяться над своими какими-то несовершенствами. Давайте посмотрим по очереди вот эти все опасности. А, ну да, для чего нам в самом деле нужно с вами это понять? Обойти эти ямы на нашем пути. Почему нам нужно? Потому что на самом деле, если шестёрка реализуется в плюсе, то это потрясающая жизнь, это потрясающие радости, это огромные возможности. И человек, естественно, будет счастлив, потому что он реализует энергии Творца на планете Земля. И от этого получат большую пользу многие люди на Земле. Семья, конечно, сам человек, но и многие люди на Земле. Итак, когда шестёрка, энергия шестёрки реализуется, человек живёт с открытым, гибким умом. Это мощнейший ум, это яркий ум, но весь его потенциал теряется, когда захлопывается дверь, и когда становится вместо открытого ума какая-то очень сфокусированная щёлочка у человека для этой ментальной энергии. Человек живёт с широким мировоззрением. Он однозначно меняет парадигму для себя и для человечества, постепенно расширяя возможности человека понимать свою роль вот в этом Божественном Творении. Умение видеть лучшее у этого человека раскрывается и стремится к тому, чтобы лучшее реализовать на планете. Он становится мотиватором, мотиватором, визионером. Он ведёт за собой, он показывает, что можно сделать даже в этих условиях, но оставаясь вот этим радостным человеком, который любит жизнь на Земле. Он верит в развитие, личное развитие. Такой человек развивается постоянно. Он любит тренинги, или это женщина, или мужчина, не имеет значения. Человек развивается, либо обучается академически, либо читает очень много книг, то есть развивается даже физически. То есть эти люди любят слово развитие, и они стремятся к развитию лично, в семье и в коллективе, если это открыто именно в позитиве. Безусловно, такой человек, визионер, он же живёт здесь, он умеет обратиться к настоящему, он не живёт в фантазиях и утопических картинок. Он очень хорошо понимает настоящий момент, и он знает, как из этого момента сделать один шаг вперёд. И, конечно, такой человек всегда вознаграждён финансово кем? Людьми. Потому что люди готовы платить за то, чтобы жизнь на Земле улучшалась. Так что стоит нам с вами, мне с вами вместе в том числе, потому что, как я вам сказала, у меня есть две шестёрки, нам стоит развиваться, нам стоит двигаться вперёд, и стоит свои тонкие знания о мире, о более широком устройстве этого творения принести нашим близким, родным людям, своим ученикам, если они у вас есть, студентам, коллегам и тем, кто вокруг вас. Я хочу, чтобы вы понимали, и я ещё раз вам это напомню, и я говорю об этом на каждом вебинаре, просто некоторые люди начинают смотреть вебинары с середины, и это возможно, здесь нет какой-то обязательного требования смотреть все вебинары подряд, вы можете просто смотреть вебинары по своим цифрам, или по цифрам, которые интересны вам для ваших близких, родных, детей. Поэтому я хочу напомнить, что когда душа приходит на планету Земля, она приходит реализовать то, что ей трудно, а не то, что она умеет. Если мы получили эту энергию, это говорит о том, что мы не умеем ею пользоваться правильно с детства. Помните, эта энергия никогда не стоит в коде жизни впереди. Почему? Потому что ребёнок с этой цифрой справляется, с этой энергией цифры справляется плохо. Особенное внимание нужно уделить на то, что происходит с ребёнком, когда ему 6 лет. Вот в 6 лет начнутся, как правило, негативные тенденции. Ребёнок начнёт проявлять то, что не умеет. И мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Пожалуйста, помогайте ребёнку развернуть эту энергию динамикой вверх, к плюсу. Давайте посмотрим на картинках. Не хочется мне уже просто, чтобы вы сидели с этим слайдом, с текстом. Посмотрим с вами на картинках. Итак, ребёнок, начиная с 6 лет, уже в ребёнке образовался какой-то уровень знаний, интеллект. Безусловно, к 6 годам образовался такой механизм, который мы называем эго. Эго начинает взаимодействовать вместе с интеллектом, с каким-то набором информации и использует это с анализом, на который уже ребёнок способен, потому что ум очень сильный. И человек даже с самого раннего детства начинает понимать, что он несовершенен. Ребёнок понимает свои недостатки. Девочка, она может сразу понять, не такая красивая, мальчик, он не такой сильный, он не такой высокий, он чего-то боится, он где-то проигрывает в каких-то играх, девочка не умеет что-то делать, так красиво, у неё не такая одежда, у мальчиков и девочек это будет выражаться по-разному, но комплексы начинают проявляться. И чтобы защититься от боли, которые ребёнок естественным обрывом чувствует, что происходит? Ребёнок начинает учиться играть роли. Помните, роль хорошей девочки. Ребёнок делает что-то не потому, что это радует его, а потому, что это радует маму, потому, что это радует подружку, потому, что это радует учительницу. Для чего? Для того, чтобы хотя бы в глазах этих людей получить одобрение, получить хорошие слова. Одобрение становится навязчивой зависимостью у этих детей. И ребёнок внутренне себя критикует, делает всё, как хочет мама, чтобы получить одобрение, и с помощью этого одобрения или признания исцеляется та боль, которая есть от внутренней самокритики и непринятия себя. Это первый опыт. Пошли дальше. что происходит у взрослых, если эта тенденция самокритики не осознаётся родителями, если ребёнка к уже более зрелому возрасту, к подростковому возрасту, родители не переведут в позитивное отношение к себе, умение прощать свои ошибки, умение благодарить себя за то хорошее, что сделано, и просто ставить себе задачи двигаться дальше в каком-то обучении, в каком-то совершенстве. Если родители не заметят этой тенденции, она у взрослых людей превращается в тенденцию самокопания. Ну, что это значит, это я уже рассказала. Вот я вам такую картинку смешную сегодня нашла. Мне очень хочется, чтобы мы немножко шестёрочки посмеялись над собой, потому что смотрите, что происходит с человеком, который занимается самокопанием. Он исчезает, потому что он не может жить в моменте, где мы находимся, когда мы внутри себя там пилим и пилим и пилим. Как говорит мой муж, мы пилим опилки. Что на самом деле происходит? Человек уходит в прошлое, сравнивая себя с какой-то своей целью, идеей. То есть это может быть такое шарахание между прошлым и картинкой будущего. Мы видим, что если мы такие вот сейчас, а это значит не сейчас, а чуть-чуть раньше, например, днём, или вчера, или месяц назад, то нам не видать того, о чём мы там намечтали, о будущем. То есть человек выскакивает из того, что называется жизнь. Жизнь это только момент сейчас. Человека нет. Если нас нет, мы находимся в состоянии самокритики, самокопания, самоосуждения. Что происходит? Партнёр, который находится рядом с нами, он становится одиноким человеком. Ему не с кем жить, потому что человека нет. Его нет качественного отношения. И я хочу, чтобы вы запомнили эту картинку. Если вы мужчина, то это про вас. Если вы женщина, то тут роли все наоборот. Женщина с вот этой лопатой, её нет, а мужчина рядом бежит к доктору в лучшем случае, а если не к доктору, то вы знаете, куда мужчина может убежать. Мужчина побежит к другой женщине. Почему? Потому что мужчине нужна женщина. А если рядом с ним нет женщины, которая находится сейчас, а есть женщина, которая все время с собой недовольна, которая все время себя критикует, которая сама себе неприятна, которая не имеет чувства собственного достоинства, она все время прячется за маски, ее нет, то мужчине общаться с не с кем, и мужчина может убежать к другой женщине. Вот такая опасность. Так что помним эту картинку. И сейчас опять такая смешная картинка для вас. Это от перфекциониста. Представьте себе, что происходит с человеком, если он вот от такой каждой маленькой детальки, если он видит ее несовершенство, он страдает. Или эта женщина страдает, или мужчина, или ребенок не имеет значения. Знаете, к чему это приводит? Это приводит к тому, что очень трудно получить радость. Радость от путешествия, радость от общения, радость от своего собственного внешнего вида, радость от того, что ты как профессионал научился или сделал. В общем, радости тогда нет нигде, потому что на самом деле вот такая маленькая точка какого-то проблемного, проблемной какой-то детали, несовершенства, так сказать, она найдется везде. Очень обидно смотреть на людей. Мы часто с Игорем путешествуем и видим иногда пары, которые в совершенно потрясающих местах. Ну, совершенно, знаете, понятно, что люди работали целый год, у них наверняка одна неделя отпуска. Вот они приехали куда-то, там какая-то гостиница. И вот мужчина-женщина себе портят этот праздник жизни, который длится так коротко, из-за того, что ну, что-то там не так в номере, где-то там не так что-то накрыли на столе, где-то там что-то не то на улице вокруг гостиницы, или какая-то там погода не такая, как ожидалось. Ну, в общем, человек может в ад превратить любой уровень жизни. Это может быть самый богатый человек, это может быть самый известный человек, это может быть человек в любом возрасте, но если есть вот эта проблема, то она реально становится причиной страданий. смотрите, что на самом деле значит этот перфекционизм. Если у вас у детей, если у вас дети шестерочки, ну, пожалуйста, работайте с этим, необходимо создать гибкий ум у ребенка, необходимо научить его применять, принимать себя и других, и жизнь на земле несовершенную, научиться радоваться безусловий, и если вы взрослый, до сих пор страдаете от этого, пожалуйста, на тренинги делайте что-то, необходимо перепрограммировать свое подсознание, я в конце вам предложу программы и тренинги, которые вам помогут, но нужно что-то делать. Посмотрите на картинке, что происходит, если человек страдает этим, он теряет время, он чувствует неудовлетворенность, он все время находится в сверх стрессах, естественно, потому что негативные эмоции, как результат оценки, это всегда стресс для человека, да, человек не может расставиться приоритетом, он не может двигаться, знаете, вот я много лет сама в бизнесе была руководителем женского французского клуба леди-лидер, и я видела, как много, реально, много может сделать женщина, но если у женщины есть шестерка в коде жизни, очень большая опасность в том, что женщина не двигается в свое собственное дело, она не начинает продажи какого-то продукта или какого-то тренинга, не делает это, потому что она откладывает это до момента, когда она достигнет лучшего варианта либо знаний, либо продукта, либо сайта, либо времени, либо еще чего-то, либо своего внешнего вида, то есть всегда находится что-то несовершенное, что не дает возможности человеку реализовать свой потенциал. И мне очень обидно смотреть на это и знать, что не получат люди эти знания, которые есть у этих людей, не получат эти произведения их рук, например, если женщина умеет шить куклы красивые или печь какие-то пироги, или она умеет учить играть на фортепиано, не важно, не имеет значения, что. Но это знание останется невостребованным людьми, потому что оно не будет реализовано на рынке. А почему не будет реализовано? Потому что первая заповедь перфекциониста и того, кто все откладывает на завтра, лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня. Это опять шутка для вас, но я хотела бы, чтобы вы понимали, что если у вас есть эта шестерка, я вам расскажу, как я борюсь с этой тенденцией внутри себя. Я выкладываю на сайт и начинаю продавать то, что я еще не доделала и то, что еще сыро, как мне кажется. Но в связи с тем, что я уже это продала, у меня уже есть заказы, у меня уже есть люди, к которым я должна выйти, я обязана выйти и я обязана в этом своем несовершенстве предстать пред людьми, отдать им то, что я знаю, таким, каким я смогла это сделать. Я могу сказать и каждому всегда говорю, что я не истинна в последней инстанции, я не то, что может дать лучшее на всей земле и так далее. Я делюсь тем, что я знаю, что я приобрела как свой опыт через свои таланты, свои творческие и научные какие-то исследования, то есть я этим делюсь, но каждый человек должен потом проверить это для себя, использовать, не использовать, подходит, не подходит, но именно этим методом я реализовала вот эту проблему. Смотрите еще на шутка для тех людей, которые ищут совершенства во всем. Ну, это, конечно, шутка, но вы такие мысли у людей, когда они смотрят на машину, на дом, на бизнес, на сайт, на вещи, на одежду, на походку, на все, что угодно, когда слышишь у других людей вот такого рода слова. Ох, как это далеко до совершенства. Грации не хватает и в пропорциях погрешности. Вот это еще одна шутка, я хочу, чтобы вы ее запомнили. Эти как раз, видимо, это один и тот же художник рисовал, конечно, я нашла это в интернете, но это очень совпадает с какими-то мыслями, тенденциями, мыслей, которые есть у людей с шестерочками. Итак, что дальше? К чему приводят эти тенденции? Они приводят к тому, что человек уходит в изоляцию. это самая крайняя ситуация, потому что человек зависит от мнения окружающих, считает себя несовершенным, недостойным, не экспертом, не таким, не сяким. И, кстати, я вам, как женский тренинг, могу сказать, этим болеют очень красивые девушки, примерно такие, как вот эта девушка на картинке. Это просто, ну, просто меня потрясает, как вот такие красивые женщины. Знаете, я никогда не была такая вот на сто процентов красавица какая-то или та женщина, которая именно своей внешностью может всю свою жизнь, так сказать, построить. Я не была такой женщиной, и поэтому, когда я смотрю на таких красавиц, которые, знаете, как говорят, и работать не надо, такие они красивые, и вот они страдают такими болезнями, у них все время какие-то комплексы, то у них прыщик где-то, то у них волосы не такие, то у них нога, они как у той и другой женщины. Они страдают от этого, и, естественно, они страдают от любой критики, да, то есть они зависят от мнения окружающих, и они страшно боятся критики. Давайте мы с вами посмотрим, на какую из цифр эти тенденции похожи еще. Конечно, на тройку. Только здесь это все в два раза увеличивается. Почему? Потому что тройки хотя бы не болеют перфекционизмом. Они могут себя сравнивать с чем-то, девочка с мамой или там с подружкой, но здесь люди, они начинают себя сравнивать с лучшими из лучших на земле, а еще лучше со своими утопическими картинками. А на самом деле жизнь, она проходит здесь, она проходит в простой семье, она проходит на планете Земля. И поэтому если человек не преодолеет вот этот вечный анализ внутри, что во мне хорошо, что плохо, что в ситуации хорошо, что плохо, постоянную критику, постоянные сомнения, постоянное недовольство тем, что этот минусик, видите, он существует, жизнь будет сложная, страданий будет много, самое печальное будет потеряна радость. Но на самом деле счастье оно на плече у мужчины, оно, когда мы читаем сказку своему ребенку, возможно, далеко несовершенному, оно, когда мы готовим дома, на кухне, и там совершенства тоже немного, но мы живем свою человеческую жизнь, и эта человеческая жизнь будет полна радости, если человек сыграет эту цифру в позитив. Смотрите, необходимо на планете Земля принимать решение. На самом деле мы принимаем решение каждый день, но если мы сомневаемся в себе, если мы хотим принять решение только при условии, что вот там все совершенно, решение не принимается. И человек как кубики играет, да, нет, одна его часть говорит, у тебя есть один шанс, кто не рискует, тот не пьет шампанское, все в твоих руках, а другая часть говорит, нет, не сейчас, нет, я еще не готова, нет, я еще не сделал то или это, нет, вот когда будет то или это, и что теряется? Теряется реальная возможность реализовать жизнь. Что происходит, когда человек в вечном своем психоанализе, в вечном своих взвешиваниях за и против, если он все время хочет сделать шаг, только если совершенные условия, которые никогда не наступают, что будет с этим анализом на плечах, он будет стоять на этой точке и не будет принимать решение, не будет действовать. Это то, что я вам рассказала о себе. Если бы я не стала делать то, что я делала, я бы с вами сегодня не разговаривала. Я бы пошла в один университет, второй университет, но я бы пошла защищать сначала кандидатскую, потом докторскую, и всегда было бы что-то, что лучше знает, кто-то, кто лучше тренером. Я бы не стала сегодня автором огромного количества инструментов, которые служат тысячам людей, буквально понимаете, сотням тысяч людей. И находясь даже сейчас вот в этом месте, в итоге я прикоснусь к десяткам тысячам людей. Знаете почему? Потому что этот вебинар за несколько месяцев посмотрят несколько тысяч, а потом еще несколько тысяч, и в итоге десятки тысяч, как другие мои тренинги. Получается, что если бы я не сделала этого, то возможно я не прикоснулась к жизни, которые изменились. Посмотрите сейчас на экран, вы видите известных личностей, которые тоже преодолели эти тенденции. Вы помните, что даже Эйнштейн, он был, он, кстати, до 4-х лет не разговаривал, и он в школе не подавал никаких надежд, и посмотрите, этот человек преодолел эти тенденции, у него две тройки. Мы можем просто себе уже внутри предположить, что прошел этот мужчина для того, чтобы стать тем, кем он стал. Мы знаем, что такое энергия тройки, мы знаем, сколько там сомнений и страха выразить себя, особенно, если ты хочешь выразить то, что не принято людьми, если ты хочешь выразить то, что не принято науке, если ты ученый, каким ты ученым можешь быть, если ты не преодолеешь тенденцию выразить то, что является твоей гипотезой, и пойти в доказательство, и доказать то, что никогда раньше не было доказано. Ленин, посмотрите, у него тоже шестерка была последней цифрой, Чехов, Юлия Свияж, это хозяйка этого женского центра, женского измерения, даже этой вебинарной площадки, этого вебинарного пространства, если бы Юлия не преодолела все то, что она проживала в детстве, в школе, в ранние свои годы, если бы она не отработала через тренинги «Разумный путь», через другие какие-то процессы, которые она проработала, у нас бы не было тренинговой площадки, у нас бы не было тренингов, которые на самом деле помогают сотням тысяч людей, и не было бы книг, которые помогают миллионам людей, потому что ее книги читают миллионы людей, не было бы Пугачевой, знаете, я удивилась на самом деле, когда я услышала, что Алла Пугачева, она открыла какой-то детский центр в Москве, потому что оказывается, когда она была в детстве, Ее не принимали в школу вокального мастерства, потому что у нее не было вокальных данных, ее не принимали на танцы, потому что у нее она была полненькая, ей там еще куда-то ее не принимали, и вообще все, что она хотела делать, у нее на это не было способностей, и мы с вами знаем историю жизни этой женщины. Томас Эдисон, это как раз один из тех людей, которым мы с вами обязаны своими радостями в жизни и комфортом, да, Спилберг, удивительная личность, имея две тройки, помните, что тройка, это энергия, которая соединяет тонкий и плотный мир, это люди, которые должны сюда принести то, что будет произведениями искусств, истинной наукой, То есть это люди, которые преодолели все негативные тенденции, о которых мы с вами только что говорили, и реализовали то, что изменило жизнь тысяч и тысяч людей, миллионов людей. Карлос Кастанеда, я думаю, что вы знаете этого духовного учителя из Мексики. Вот такие возможности есть у всех нас. Для того, чтобы двигаться нам дальше, мы, люди шестеркой, должны закон относительности, не тот закон, который описал Эйнштейн, а закон относительности, именно духовный закон, мы должны его знать, помнить и исполнять. Именно поэтому я хочу сейчас вам немножко о нем рассказать. На самом деле в дуальности, в пространстве, в котором мы с вами живем, на планете Земля, помните, это наша площадка, это как бы шахматная доска для шахматистов, для нас дуальный мир, это наша площадка, где мы с вами реализуем свой человеческий опыт. Вот в этом пространстве, я хочу вам сказать, что далеко не везде во Вселенной там именно дуальность, как игровая площадка, нет. Именно для людей эта площадка создана. И вот в нашем пространстве, в нашем мировоззрении, в той парадигме, в которой мы с вами до сих пор еще живем, все относительно. Правильно? Например, если я вам на рисунке, если бы мы были сегодня в тренинговом каком-то пространстве, я бы вам нарисовала на доске какой-то предмет, ну, например, куб. Я бы у вас спросила, этот куб, он большой или маленький? Если доска была бы чистой и был бы только куб, что бы вы мне сказали, он большой или маленький? Конечно, вы бы мне сказали, очень же грамотные люди, Алла, он не большой, не маленький, если не с чем сравнить. Но если ты нам нарисуешь еще какой-нибудь предмет, тогда мы можем тебе сказать, он будет большой или маленький. Рядом с какой-то точечкой этот куб может казаться очень большим, а рядом, например, с комнатой, если сравнить с комнатой, в которой мы будем находиться, этот куб на доске будет маленьким. Естественно, это про свой закон относительности, который мы все с вами знаем. Как с этим законом нужно работать шестерком? Ну, и не только шестеркам, а, например, любой женщине, вот тот пример, который я сегодня расскажу, будет полезен. Что делают шестерки? Они свой идеал, свою идею о совершенстве, это может быть личная идея, то, что для кого-то совершенно-совершенно-несовершенно, для другого, у кого совсем другая идея о совершенстве, да? Но именно свою идею о совершенстве человек сравнивает с тем, что есть сейчас. Что на самом деле будет в результате? В результате будет негативный результат. Если что-то прекрасное сравнить еще не совсем прекрасным, то, безусловно, как вывод будет то, что сейчас плохо. Это не то, что нужно. Этим радоваться рано. Это не то, что достойно радости или похвалы, или принятия. Вот этот вариант и есть основа движения ментальной энергии в головах у людей с энергией 6. Но ментальная энергия, она подчиняется человеку, если у человека высокий уровень сознания, если человек рождает в себе наблюдателя, который наблюдает за тем, как работает ментальная энергия, эмоциональная энергия, физическая энергия. Этому мы учимся на тренингах. Этому очень подробно я учу на годовом тренинге развития квантового уровня сознания. Я об этом говорю на тренинге исцеления женской судьбы, когда я знакомлю человека с женщин вот с этим уровнем наблюдения, когда ты осознанно наблюдаешь, что происходит в твоем ментальном поле. Когда мы тренируем ментальное поле, чтобы сравнение происходило не с идеалом, не с мастером, я себя буду сравнивать. Знаете, какой-то там супер-мупер-оратор лучший в мире, я сейчас себя буду сравнивать с ним, залезу под стол, выключу экран и не услышите вы до конца то, что я знаю на самом деле на русском. Странте вам эту информацию больше никто не расскажет. Ну, значит, все, эти знания будут потеряны. Если я завтра уйду с планеты, а мне послезавтра 56 лет, значит, на русской территории люди не будут знать этой информации. Вот будет какой результат. Если я себя сравню с каким-то там супер-тренером, с каким-то супер-оратором, с каким-то человеком, я не знаю, знающим русский язык лучше, чем я, проживший в Канаде 17 лет, естественно, я часть русского языка потеряла. Все, значит, в итоге я не реализую то, что я могу реализовать. Если я буду использовать этот закон относительности правильно, как на самом деле я научилась использовать этот закон, я сравниваю себя сегодня с той, которой я была вчера год назад, 3 года, 5 лет, 10 лет тому назад. И я вам могу сказать, что, например, эти знания я получила практически 20 лет тому назад. И, конечно, 20 лет тому назад я была не способна их вам отдать, потому что это были интеллектуальные знания, которые я получила, но которые я не проработала, с которыми я не прожила, которые не отразились во мне как истинное знание и уверенность, потому что тогда я знала только голую информацию, и я с ней не поработала. Но за 20 лет, сделав тысячи консультаций на тему о предназначении человека на Земле, эта информация, она впиталась в каждую мою клеточку. Я её знаю на уровне какого-то своего внутреннего чувства, и поэтому я делюсь этой информацией с вами. И, конечно, вот когда сейчас в чате написали, что это про меня, я так прожила всю жизнь, конечно, я тысячи раз услышала это про меня. Я тысячи раз услышала от женщин и мужчин, Алла, откуда ты это знаешь? Алла, как ты можешь рассказать обо мне? Ты меня никак в жизни не видела, и мы встретились сегодня в первый раз. Обо мне мама не знает то, что ты знаешь. Как такое произошло? Вот когда я тысячи раз это всё прослушала, в итоге, конечно, я стала знать это всем своим существом. И поэтому, если я сегодня вам это рассказываю, то только потому, что я себя сравнила с той, которая была в той точке получения знаний, и я увидела динамику, я увидела живой творческий процесс. Я понимаю, что я имею право с вами поделиться. Более того, я должна этим с вами поделиться, потому что эти знания облегчают людям жизнь. И я инвестирую в это 20 часов своего времени только в эфире, но для того, чтобы на самом деле произошло это в эфире, работает целая команда, и на это инвестировано очень много времени, трудового времени, времени творческого. Для чего? Для того, чтобы это отдать вам. Почему? Потому что я знаю, что это полезно. И почему я на это решила, семья и две шестёрки в дате рождения? Потому что в законе относительности, который стал для меня правилом жизни, я сравниваю себя сегодняшнюю с тем, кем я была вчера, позавчера или несколько лет назад. Это один из вариантов понимания этого закона. Мы поговорили о том, что очень важно для женщин. Смотрите на картине мужчина с женщиной. Женщина о чём-то говорит. Давайте предположим, что эта женщина говорит мужчине. Но смотри, вот там Андрей, твой друг, он учился вместе с тобой в одной школе. Но при этом ты ходишь на работу, зарабатываешь 30 тысяч рублей. А этот Андрей, он участвует у тех же самых учителей, он закончил там какой-то совершенно другой университет. Сегодня у него есть яхты, сегодня у него есть бизнес, сегодня его женщина не ходит в джинсах за 20 долларов и в кофточке за 5 долларов. А ты такой огромный красивый мужчина не можешь заработать, чтобы мы не считали эти копейки. Это обычный вариант использования закона относительности для женщин, когда они сравнивают своего мужа с кем-то из тех, кто лучше. К сожалению, это касается не только мужчин. Самая большая для меня досада в том, что каждая мама, в том числе и я, использовала вариант этот мотивации для своих детей. И когда дети что-то не делают в школе, мы приводим примеры лучших, так сказать, детей в этом, думая, что такое использование закона относительности, то есть мы сравниваем кого-то лучшего с ребенком, это будет мотивировать ребенка двигаться и развиваться. А в случае с мужчиной будет мотивировать мужчину становиться лучше и зарабатывать больше, обучаться чему-то. На самом деле, это совершенно неграмотное использование этого закона. Потому что к чему приводит такое поведение женщины или человека, или начальника, или хозяина бизнеса, менеджера, неважно, кто использует именно такой подход, критикуя человека, показывая ему, что кто-то или что-то лучше. Это приводит к тому, что у человека, которого вы хотите мотивировать, снижается уровень энергии. Мы опускаем своих мужчин и своих детей ниже плинтуса. На самом деле мы хотим, чтобы мужчина или ребенок сделал что-то лучшее, но когда мы опускаем человека ниже того, даже где он находится в самом начале разговора, мы у него забираем энергию, то каким образом человек может двигаться к чему-то лучшему, к лучшему результату? Мы снижаем уровень самооценки, мы убиваем уверенность в себе, в мужчине и в ребенке, мы лишаем их энергии, то есть мы забираем то, чем человек должен пользоваться для достижения лучших результатов. Закон в этой вселенной один. Все, что мы делаем, мы делаем с помощью энергии. Поэтому война за энергию. Деньги – это тоже энергия, власть – это тоже энергия, топливо – это тоже энергия. Почему все войны за энергию, за власть, за денег, за топливо? Потому что на этой земле все, что мы можем сделать, мы можем сделать только используя энергию. Получается, что если вы хотите быть музой, если вы хотите быть разумной, мудрой мамой, то на самом деле вы будете использовать этот закон относительности, как я вам сейчас рассказала в своем примере. То есть вы покажете своему мужчине, что у него есть движение вперед. Он сделал что-то сейчас лучше. У него есть возможность двигаться дальше, потому что он на самом деле содержит в себе потенциал. Ребенку – то же самое. Смотри, ты раньше не умел даже писать. Теперь ты писал там какие-то каракули. Теперь ты уже пишешь сам, если это младший школьник. Или если это более старший школьник, вы можете научить, показать ребенку, как раньше ребенок боялся там что-то сделать, а теперь он это умеет. Он раньше не умел что-то делать, а теперь делает это легко. То есть когда мы показываем ребенку, что процесс обучения приводит к тому, что ребенок овладевает какими-то новыми навыками, и у него есть эта способность, и вы поддерживаете это, вы видите это, вы цените это, вы хвалите его, вы признаете. А люди очень нуждаются в признании тех, кого они любят, ради кого они это делают. Мужчина очень нуждается в признании своей половинки и от своих детей, потому что он несет большую нагрузку. И, конечно, вот такой мужчина, если он слышит рядом все время критик, все время недовольство, все время, так сказать, сравнение с совершенными мужчинами или с идеалами какими-то, то это приведет к тому, что мужчина найдет мудрую женщину. Он найдет ту, кто его просто похвалит за что-нибудь. Вот так может произойти, или он будет очень сильно страдать. Но для мужчины потерять энергию женщины, кроме того, что у него нечем будет двигаться в профессиональной карьере, к сожалению, ему нечем будет двигаться в отношениях близких с женщиной, потому что для мужчины нужна энергия женская, которая становится его силой в сексуальных отношениях. Я хочу, чтобы каждая женщина, потому что каждая женщина – это либо мать, либо жена, либо даже менеджер, но из женского научилась использовать этот закон относительности. И именно это знание поможет вам уйти от перфекционизма, уйти от постоянного самокопания, уйти от страхов, и вы серьезно можете улучшить свою жизнь. Человек, который с шестеркой живет в своем коде жизни, у него есть большая опасность, о которой я еще, кстати, нигде не написала, вот сейчас я об этом вспомнила, не создавать отношения, потому что все время ищут какого-то совершенного партнера. Никакого совершенного партнера на земле никогда не будет. И принятие и решение о выборе партнера – это точно как те же самые, помните, человек с этим вопросом. С этим мужчиной, с этим мужчиной, с этим мужчиной, с этой женщиной, с этой женщиной, с этой женщиной. Кто из них совершенный, все время плюсы-минусы. И человек может никогда не войти в отношения, потому что вот этот психоанализ, он находится в голове, а любовь и отношения людей, они находятся в сердце. Для того, чтобы человек вошел в отношения, ему нужно просто уметь отключать ум. Необходимо управлять этой машинкой, которая строит жизнь, особенно у людей с вот этой энергией. Для того, чтобы ум отдыхал, любил тишину и предоставил возможность душе, которая звучит из сердца, прожить свое счастье. Самое большое счастье на земле – счастье человеческой любви. Что может быть более важное на планете? Если это будет звучать из вас по отношению к детям. Будь каким угодно, мой любимый ребенок. Моя любовь тебе гарантирована. Это должна так звучать материнская любовь. Я тебя принимаю любую или любого. Я принимаю все твои ошибки. Я принимаю все твои пробы. Я поднимаю падения и взлеты. Ничего для меня не имеет значения, кроме того, что ты есть. И все, что у меня есть, принадлежит тебе, мое дитя. Это так же звучит у матери в сердце. Точно так же звучит у женщины в сердце, если женщина любит и безусловно принимает. Я еще хочу сказать о том, что безусловное принятие наряду с правильным использованием закона относительности – это очень важное условие счастья и реализации этого предназначения. Разумный путь Александра Григорьевича Свияж и Юлия Свияж во всех книжках описывает, как научиться принимать. Самым интересным для меня недавно было услышать, что мастер очень высокого уровня, который ведет людей очень далеко относительно даже безусловного принятия, к полной реализации, он сказал, что безусловное принятие является главнейшим рубежом в духовности. Человек не может считать себя духовным, если не развито безусловное принятие. Человек не может считать, что он человек, если безусловное принятие не реализовано. Потому что принимать прекрасное, любить, когда тебя по-шерстке гладят – это принадлежит такой навыку животным. То есть, любое животное будет реагировать позитивно, когда все по-шерстке, правильно? Но человек, он отличается от животного тем, что свой ум он соединяет со своим сердцем. А сердце – это материнская любовь, и она любит, безусловно. Смотрите, шестерка – это удивительная цифра. Она состоит из двух троек, но она же состоит из трех двоек. Из трех двоек. И поэтому все, что я говорю сегодня для шестерок, будет созвучно с тройками и будет созвучно с двойками. Потому что эта энергия шестерки, она соединяет в себе мужское с женское. Она соединяет в себе все шесть дней творения. Все, что мы говорили до этого, каким-то образом включено удивительно в эту энергию. И поэтому нет ничего удивительного, что слушая шестерку, многие люди будут познавать что-то о себе. Ну вот, сейчас наш традиционный завершающий этап в моей лекции – это профессии. На самом деле человек, когда он реализован позитивно, с этой энергией он может реализовать себя в разных профессиях. Вы видели людей, которые и в науке, и в искусстве до высшего уровня люди доходят, потому что они творцы. Естественно, они творцы на земле. Это ученые, это дизайнеры, это архитекторы, это стилисты, это тренеры, это учителя, это актеры, певцы, музыканты, это писатели. Когда человек хочет совершенства и двигается сам внутри к развитию, естественно, он чувствует стиль, он чувствует этику, он чувствует красоту, он чувствует сакральную геометрию, он чувствует внутренние законы, природы. И это все можно реализовать совершенно по-разному. Если вы учились сами, многому научились и можете учить теперь других, вы станете тренером, как я. Потому что я не была тренером изначально. То есть это привело, моя страсть к совершенствованию, она меня привела к накоплению огромного количества знаний в течение 20 лет, уже больше, чем 20 лет. Естественно, это реализовалось в том, что я как фонтан, он не может внутри содержать воду, он должен отдать. И я, естественно, пришла в какой-то момент в 2006 году к тому, чтобы учить тому, чему я научилась и так далее. Это возможно, и это будет реализовано у каждого по-своему, уже в зависимости от того, какие еще цифры в вашем коде жизни играют. Помните, что шестерка, она не будет первой никогда у вас, но она будет танцевать с какими-то цифрами еще. Непосредственно о себе комплексно услышать. Если вы хотите узнать не только об одной цифре отдельно, а другой отдельно, а третьей отдельно, если у вас три цифры или четыре, да, если вы хотите узнать, каким образом эти цифры создают букет, и как этот букет расцветет в вашей жизни, и как он хочет расцвести в вашей жизни, необходимо послушать мою лекцию непосредственно о коде жизни, который относится непосредственно к вам или к вашим детям. И за очень небольшую плату у нас есть эти лекции, их очень много, поэтому я очень бы и хотела провести бесплатно эти вебинары для каждого кода жизни, но это нереально. У меня на это уйдет несколько лет, и нет таких людей, которые бы прослушали это все. И у меня на самом деле, при всей моей любви к людям, не хватит энергии сидеть перед экраном и еще раз рассказывать ту же самую информацию, в которую я уже вложила свои несколько лет жизни. Это очень дешево стоит, но это поможет вам понять, как энергии, когда они собираются в букет, будут реализованы именно в вашем случае. Но у нас есть еще замечательный один продукт, который мы создали прямо для шестерчик. Этот продукт называется VIP программа «Само совершенство». И в этом аудионастрой, который тоже звучит сейчас по очень сложной технологии, мы сложили в один продукт, в один аудионастрой, все 10 настроев, которые относятся к каждой цифре от 0 до 9. И поэтому здесь собраны аффирмации, которые, безусловно, звучат для каждой цифры в отдельном аудионастрое. То есть здесь, когда люди работают вот с этим VIP-настроем, работа идет на перепрограммирование любых негативных программ, которые сдерживают энергию любой цифры, которая реализуется как предназначение для людей на Земле. Посмотрите эту программу тоже на нашем сайте. И если вы найдете время, потому что это тысячи аффирмаций, прочитать аффирмации для каждой цифры, и вы поймете, что все эти потрясающие программы, которые будут потом внутренне руководить вашим метальным полем, станут вашими, если вы серьезно проработаете с VIP-программой. А VIP-программу нужно слушать долго, 7-8 месяцев. Но благо то, что вы будете слышать только птички, это музыка природы, ее можно слушать очень тихо. И на самом деле можно ее слушать, когда вы работаете, когда вы готовите, когда вы занимаетесь спортом. То есть наши инструменты, они не забирают дополнительного времени из жизни женщины или мужчины. Я человек такой, что люблю очень все делать эффективно, и поэтому мое творчество нацелено на то, чтобы самым максимально эффективным образом достичь хороших результатов. Поэтому мы стали создавать такие продукты, и на нашем рынке это единственная продукция, которая использует супер аудиотехнологии для того, чтобы быстро перепрограммировать свое подсознание. И это тоже вы можете использовать. Я желаю вам полной самореализации, я желаю вам счастливых отношений, я желаю вам быть единственной и единственным. Я желаю, чтобы наши детки росли у матерей, которые умеют мотивировать их к развитию, используя правильно знание относительности и используя свое сердце чаще, чем свой ум. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok